Ну что, уважаемые коллеги, давайте начнем нашу сегодняшнюю небольшую встречу в семинаре. Прошу вас зарегистрироваться. Перед тем, как мы начнем, я расскажу пару слов о Центре визуальной антополонии и визуальной медиа, директором которого я являюсь и в рамках которой мы проводим сегодняшнее мероприятие. Центр возник недавно. По названию понятно, что ключевая сфера нашей исследовательской деятельности, конечно, это антропология, связанная с визуальной медиа и, собственно, самим по себе визуальной медиа. В первую очередь фотографии и видео. В рамках деятельности нашего Центра мы ведем научно-образовательскую деятельность. С января мы запускаем программу «Основы журналистики». Для тех, кого это все интересует, вы можете узнать подробности, зайдя в группу ВКонтакте Центра визуальной антополонии и визуальной медиа при Русско-христианской гуманитарной академии. А сегодня мы с вами встретились, как мне кажется, по такому очень хорошему поводу, чтобы поговорить и о фотографии, и о фотографии в кино. Но так уж случилось, что часть, немаловажную часть своей жизни я провел на Ленинфине, работая художником-фотографом. И, опять-таки, так уж получилось, что я застал удивительные времена. Я пришел работать в конце советского периода времени и ушел уже, наверное, не в начальном российском периоде времени, а такой вот уже конец начального российского периода времени. В общем, более десятилетия я проработал на Ленинфильме, как художник-фотограф, работал с различными и с лучшими режиссерами Ленинфильма, скажем такими, как Виктор Требукович, спасибо, такие, как Евгений Владимирович Катарский, как Виталий Вячеславович Мельников. Возможно, для вас сейчас эти имена не очень известны, но для советского кинобантов это две знаковые имена. Я надеюсь, что вам, может, киноклубу и в эту грамму посмотрим какие-нибудь их фильмы. И, соответственно, начав в такие добрые поскосоветские времена, когда была еще киностудия действительно такой налаженной машиной по производству фильмов для всего Советского Союза и для экспорта за рубеж, все очень действовало хорошо и активно. Порядка ста картин в год снимал Ленинфильм. Это просто невероятная цифра, и сейчас не представить такое. Понятно, что это все было госфинансирование, советское финансирование, часть картин была явно идеологически выдержанная, но, как правило, они снимались, там как-то прокатывались, и они благополучно забывали. Но Ленинфильм – это особенная школа, и такие режиссеры, скажем, как Хейфиц, предположим, как Мельников, тот же самый, как Тридукович, создали вот тот самый, оно лишь золотой фонд Ленинфильма. Те фильмы, которые мы сейчас смотрим, те фильмы, вокруг которых в свое время была большая борьба, потому что появилось в 2000-е годы несколько структур, которые претендовали на авторское наследие этих фильмов, понимая, что они принесут денежные интеллигенты в будущем. И вот как-то так вот все это на наших глазах, в том числе и на моих, проходило. Приняло Ленинфильм в такую мощную машину, в мощную структуру, где все было оточено. В конце концов я оказался в постсоветского, в построссийского, то есть начальное российское время, когда эта машина стала давать сбои, когда на кино уже перестали давать деньги, стопроцентное финансирование, и зачастую сами режиссеры, как бы сказать, померче, с протянутой рукой, либо с портфелем или сценарием, приходили в банки к русским олигархам, каким-то монополистам и просили деньги на кино. Иногда им деньги давали, иногда не давали, иногда деньги давали в киношку ботны, деньги, ну, тайная бухгалтерия, честно говоря, мне не ведома, я не бухгалтер, я был положенным фотографом. И вот как-то все это очень было здорово и интересно, невзирая на такую тяжелую, в том числе, экономическую жизнь, все-таки это, во-первых, а, времена молодости, а, во-вторых, все-таки это время перемен, которое по контрасту дало очень умноженный такой выплеск жизненной энергии. То есть вот, в принципе, могу сказать, что мы там начинали, ну, как молодые ребята, снимать клипы, что было раньше совершенно невозможно. Мы общались там с какими-то современными, современными на тот момент, интересными рок-группами, приходили в клубы, какие-то создавали фильмы, там, сделали фотопроекты. В общем, то, что было не то, чтобы невозможно, но не так просто в советские времена. Так что вот, с одной стороны, было тяжело, голодно и боязно, а боязно это в прямом смысле, потому что, если вы помните и знаете, киностудийный фильм находится на станции Митро-Горьковской, там были проходные дворы. И вот в этих проходных дворах в 90-е годы, ну, скажем, раз в месяц точно кого-нибудь грядили из работников фильм фильма, срезая путь, ну, чтобы не обходить, в общем, то куртку кожную снимут, то зарплату отнимут. Несколько человек попали в больницы, это весьма та же тяжелая ситуация. В общем, криминальная ситуация была ужаснейшая, надо сказать. Вот, и, но вместе с тем, да, было очень много хороших и интересных фильмов. Я предлагаю сегодняшнюю встречу так построить, чтобы, в общем, посмотреть фотографии, поговорить о ситуации в кино в 90-х. В 90-е годы я работал, а в 2000-х ушел. И, может быть, не знаю, если появятся некие вопросы, интересы, то мы могли обсудить судьбу фотографа. Дарья у нас фотограф. Да, я фотограф. А я вот помню, что долгое время не признавал себя за фотографом. Это не в обиду будет сказано. Также про работу в фильме два года я говорил, что я только не то, что получилось, но вот как-то почувствовал себя фотографом в фильме. Вот не так, наверное, я почувствовал фотографом в фильме, только через полтора года работал там, когда пошла, наверное, третья моя картина. Ну, то, в смысле, появилась профессиональная уверенность. Вот, наверное, я этой не обидел, да? То есть не просто фотографировать, там, да, на кнопку нажимать, потому что я не нажимал на кнопку и раньше, а вот только на фильме, через полтора года появилась профессиональная уверенность, что я смогу сделать, ну, вот, конечно, хороший продукт. Да, та фотография, которая будет технически интересна, сюжетно наполнена, смыслово, прочитана, возможно, там. Вот, и у меня есть такая небольшая подборка различных фотографий, которые я приготовил сегодня, чтобы показать вам, возможно, чтобы вы имели представление о том, ну, во-первых, наверное, показать о том, показать обложки тех плакатов и будущих видеокассет, ну, скорее всего, плакатов на тех фильмах, где я работал, в том, чтобы, во-первых, все-таки посмотреть, насколько странен подчас был в то время дизайн. То есть вот, в фильме, казалось бы, картины должны себя продвигать, визуально себя репрезентировать каким-то образом, но, к сожалению, вот, не хватало знаний, подчас умения. И второй момент очень важный, практически, в связи с тем, что кино финансировалось государством, в фильме не было проблем, ну, или серьезных проблем с прокатом. Практически любая картина ей присваивался какой-то там статус, и она однозначно шла на кинотеатре в большой-большой-большой стране. И либо там приносила большую прибыль, либо приносила маленькую прибыль, но в целом все равно всегда это был плюс. То есть киностудия, Линфи, Модеско, киностудия, Мосфильм, это всегда было финансовое хорошее вложение, да. Но вместе с тем мы видим, да, что те картины, которые снимались, зачастую сопровождались в визуальном материале не очень интересным. Хотя, увидев фотографии Михаила Боярского, понятно, что немалая часть людей просто пойдет наивно. То, что сейчас является звездами, вот этот статус. Тогда все-таки мы звезды не говорили о популярном актере, там, или известный актер театра и кино, очень актерматический актер. Ну, вот это некоторые картины, на которых я работал, их больше десятка, за биографию по 2-3, иногда по 4 картины в год. Картины снимались иногда долго и иногда быстро. Ну, вот 3-4. Ну, вот «Бедный Павел» это актер, помните? Вы знаете, нет? Фильм «Брат», помните? Не смотри, это хорошо. Витр Сухоруков. Ну, вот я вот всегда этого боюсь, что те имена, которые звучали даже 7 лет назад, 10, к сожалению, сейчас уже совсем другие имена звучат. Ну, вот в многом «Бонусах» такая очень красивая лирическая картина о взаимоотношениях уже пожилых людей, которым за 60. Вот. Режиссер очень хорошего, эфимовского режиссера, не та идея никуда. Вот, к сожалению, здесь совсем они маленькие картинки, и не видно, пойдемте, скажем, улыбка. Это ученик Мединара, самый Сергей Пополов, снял такую очень любопытную картину, и, скорее всего, опять-таки, если я задам вопрос, кто лежит на кровати, тоже, наверное, не узнается. Митки известная студия, положенки мистерские? Тоже нет? Ну, я не знаю, это ли их? Митершарь, да, внизу. Да, да, да. Ну, вот Митки до сих пор живы, мало ли что у них студия есть, и своя мастерская, и, в общем-то, также пишут картины, выставляются и снимают кино. Очень неплохое кино-мистерие был. Это сын Михаила Калатозова, который снял «Литяк журавлей». Вполне возможно, мы как-нибудь с вами в киноклубе посмотрим. «Литяк журавлей» — это одна из самых известных советских картин, не только для Советского Союза, для всего мира, потому что он получил «Оскар» и множество, множество, множество наград. Это одна из самых титулованных картин, и, в общем, Михаил Калатозов где-то его, то есть, у меня отец снял эту картину. И, в общем, чем еще «Литяк фильм» был хорошим и в советские времена, и потом, потому что были хорошие, диктанные командировки, и благодаря «Литяк фильму» я оказался в «Белисе», я посетил «Грузию», в «Крыму», в каких-то «Гритностях», о чем, может быть, возможно, не было бы. И сейчас есть с этой трудностями «Литяк». Мне, то есть, счастливилось работать на двух детских фильмах, детских кино, надо сказать, как умерло в конце 90-х, оно не возродилось. Но вот почему-то в 90-х годах, в середине 90-х удалось на двух картинах поработать. Вот я первый тебя увидел, и там еще будет одна детская картина с очень интересной детской историей. Ну, это вот такой режиссер петербургский, уже московский Максим Пеженский в свое время тоже очень здорово и сильно прозвышал, переход товарища Чхалова через «Сейдерный полюс». Такая вот постмодермистская картина и черная делая была, когда показывали этот фильм на зале «Большого линдфильма», в общем-то, все удивлялись новаторству и смелости молодого режиссера. Это моя первая картина «Хмель» с режиссером Екатерем Трегубовичем. Это экранизация известного произведения о том, как старообрядцы искали белогодушка, очень земле обетованную во времена царизма, так скажем. Вот, тоже одна из любопытных картин, этот фильм еще хорош, с тем, что он снимал не только хорошее массовое или коммерческое, как бы сейчас сказали, кино, но и авторское. Это абсолютно авторское кино режиссера Александра Служчева. Там снимались тоже очень интересные актеры, и в том числе ими выскочила Акуневская с очень трагической судьбой актриса, которая начинала еще при Сталине, потом у нее были очень сложные крепетии, она отсидела там, изрядная камерская где-то в лагерях, с весьма таким, по весьма такому романтическому поводу, но с минусом. Может, потом просто прочитаете ее биографию, узнаете подольше. Вот. Ну вот, это вторая детская 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 фильм, детский фильм, на котором я работал, история про Ричарда, Милорда, ну и так далее. И тоже одна из известных картин режиссера Элитра Титова это «Кадриль». В общем, такое хорошее, качественное, комедийное народное кино с прекрасными отечественными актерами, имена которых, как я понимаю, он тоже, мучшеный говорит, один из Михаил Табаков, а другой Вячеслав Лепшин, я тут его сам уже и не на Западе забываю. В общем, это два великих актера, советских и русских. Лепшин стал известен после фильма, «Считай меньше», какой был черно-белый фильм, сериальный фильм снимал Владимир Басов, а Олегу Табакову на это такси, что лучше представлять не надо, потому что все, кто знает советское кино, эти имена были ключевыми от десятка, двадцатка лучших актеров советского кино. Вот. Это военное кино, 22 июня, это наш Паршин, петербургский, бенюкратский, петербургский актер и в академическом театре до сих пор служит и имеет свой театральный курс. Здесь вообще лучше гею, сужина с обложками. Ну и «Дожди в океане» тоже такой очень любопытный, трагической судьбы режиссер Виктор Арестов. Это экранизация Беляева, если вы знаете такого советского автора. тоже такое очень интересное и весьма любопытное авторское кино. Ну, здесь совсем маленький сюжет из кинофильма «Овчарова» «Фараон». Ну, тоже, собственно говоря, комментарии давать не буду. Ну, вот, собственно говоря, что, какая деятельность фотографов кино? Давайте, может быть, у вас тоже я спрошу, как вам кажется, что делает фотограф кино? Не знаю, он делает зачем-то кадры со съемок. Может быть, чтобы замечать, что-нибудь подмечать. Я не знаю. Нет, тут любые варианты хороши, потому что ошибок здесь нет и быть не может. Вот, нет и быть не может. Ну, понятно, что советская машина, вот эта графическая машина была мощной, мощной движущей силой обладала и все фиксировалось действительно. Для меня, ну, собственно говоря, самое интересное было несколько частей этапов создания кинопродукции. В кино всегда есть несколько этапов, подготовительный этап. Самый первичный это сценарий и сценарий, еще раз, сценарий. Берется либо какое-то произведение, после которого пишут, на основании которого пишутся сценарии, либо человек, сценарист, вместе, может быть, с режиссером, либо с другим автором, совместно, или один пишет то, что станет будущим сценарием. А потом начинается уже киносъемочный процесс. Является режиссер, либо режиссер сам находит сценарий, приходит к руководству, скажем, для фильма и просит выделить деньги на постановку этой картины, либо хоть совет находит режиссера под определенный сценарий. И вот два-три месяца съемочная группа, ассистенты, операторы, светотехники, гримеры начинают искать актеров. На одну роль может пробоваться до двадцати-тридцати актеров. Иногда главный герой вырастает сразу, ну, знает, что из себя представляет, скажем, Олег Янковский, так как положено, его можно было сразу без проб приглашать, не надо, это достаточно сложный процесс. И вот все это время дримируется, одевается, подбирается костюм, шьются костюмы, если необходима какая-то природная составляющая фильма, делаются выезды на природу, это все фиксируется на фотографии. И потом в кабинете съемочной группы, где сидит режиссер съемочная группа, на стендах появляется множество-множество-множество фотографий. И появляется вот такая удивительная аура предвосхищения будущего кино. Мы уже, люди, приходящие в эту комнату, начинают как-то втягиваться в это пространство будущего фильма. Они видят уже заглинированных актеров, они, может быть, чувствуют какое-то уже время, которое будет отражено. Там, драматические и недраматические, комедийные и некомедийные, выбор натуры. И в каком-то смысле вот каждый входящий, начиная от будущего актера утвержденного, либо там кто-то на пробу, либо часть съемочной группы, вот, втягивается в будущее произведение. То есть, человек уже становится не то, что поднеольный, но его засасывает вот эта мощнейшая творческая волна, там, не знаю, ураган, баронка. Вот уже большинство людей начинает как-то сопереживать, смотрит на актеров или на интерьер, уже исходя из тех задач, которые ставят перед ним сценарий режиссера. И вот это такой очень интересный творческий процесс для меня всегда был, вот, потому что вот это то, что на глазах, не то, что фундамент, но вот лепится некая фактура. И в этом лепение, в этом лепестовании чего-то будущего, ты чувствуешь свое непосредственное участие. Потом начинается второй этап, сам по себе съемочный процесс. И вот, казалось бы, что может быть интереснее съемочного процесса, но для меня съемочный процесс всегда был интересен только первая третья. Потому что, к сожалению, кино это коллективный и монотонный труд, и после третья настолько сильно уже устает, что творческий запал-то, конечно, остается, чувство новизны пропадает. И вот уже такая, не то что прутина, но вместе с тем такая вот бытовость процесса появляется. Ну и уже когда кино закончилось, это полтора-два месяца может пройти. Раньше могли снимать по году и более. Я слышал удивительные истории, когда съемочная группа уезжала на полтора года и жила где-то в Казахстане. И доходило до смешного, что съемочная группа жила в какой-то деревне, они просто огороды стали сажать, потому что съемки проходили там 2-3 года какой-то там хлеб несуществительное было. Люди там романы заводились, они женились, возможно, разводились. У кого-то даже дети появлялись и все в процессе съемки одного фильма. И когда съемочный период заканчивается, начинается постпродакшн, режиссер монтирует кино, происходит этап озвучания, окончательные сборки фильма. И здесь я как фотограф просто отснятого материала выбирая лучшие кадры, показывая режиссеру, и мы напишем комплект рекламных фотографий, куда обязательно должны войти рабочие моменты, представляющие картину главных ключевых игроков, актеров, и какие-то сюжеты, которые, может быть, раскрывают, а может быть, просто визуально интересные, которые вызывают интерес зрителей, которые, 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 для реной фотографий должны иметь некое представление все-таки о чем это кино. Как всегда, главное, что а. лицо, если это звезда, значит, звезда должна быть узнаваема, б. за счет грима, костюма, интерьера мы показываем время, какое снимается фильм, если это про войну, то про войну, если там дореволюционный период, да, идет там про императора Павла Муществлава, это Лемельникова еще стоит и задача передать или скрыть не то, чтобы недостатки грима, а скрыть некую надет современности, попытаться во время фотографии это убрать, чтобы была полная возможность погружения в историю. Иногда это удается, иногда нет, но вот такой набор каждый фотограф Лемельфильма делал и сдавал. Надо было делать 4 или 5 комплектов, что-то оставалось в архиве Лемельфильма, который в фотографии возможно, вы сейчас видите, что-то в Соф-Экс Водфильм отсылалось, которое распространяли нашу фильм отечественные с границей Роскино, там была организация еще какая-то. Ну вот такая вот судьба фотографа Лемельфильма. По-первых, это было невероятно интересно, Лемельфильм завораживал своей какой-то очень сильной творческой атмосферой, были удивительные места, кафе, где тусовались актеры, осветители, какие-то признанные и непризнанные сценаристы, признанные и непризнанные режиссеры выпивали там после окончания фильмов там отмечали дни рождения, в общем, какая-то своя такая особенная коллективное социальное тело, что было невероятно ценно и интересно, особенно, когда ты приходишь туда в первый раз и это зачаровывает, потом ты становишься частью этого процесса, потом уже видишь, как когда-то ты приходил и смотрел по сторонам с удивлением, что ты уже сидишь и уже на тебя смотрят кто-то вновь причет, что с удивлением, ну вот как-то так. И в какой-то момент, если говорить обо мне, ну, пришло к чувству некой усталости от того, что я делаю, в общем, уже не все так интересно, профессия более-менее освоена, это психологическое возможное выдарание, а может быть, просто сама судьба показала, что пора, наверное, в общем-то в этой жизни заниматься, и после там 13 лет работы на мемфингу я, ну, получше, ушел оттуда, о чем, собственно говоря, совершенно очень не жалею. Какие еще два момента мне бы хотелось отметить, которые прошли на моих глазах и которые характеризуют время? Вот этот тот самый опыт персоналистического проживания. Это, во-первых, техника, само собой. Я начинал снимать на пленку, а закончил снимать на цифровую камеру. Вот, все это вот, что называется, на кончиках пальцев. Если по ночам я сидел, там, прерывлял, печатал, отравился химикатами, что тоже было, когда там пальцы в какой-нибудь химический раствор, после этого идешь, там, кофе, бутерброды ешь, чтобы руки забыл, помыть тебе плохо становится. Но вот эта магия акширования проявочного процесса испытана одной от начала до конца. А в данную проявку бумаги даются полторы-две минуты, и ты должен так правильно найти экспозицию из пустого белого листа, когда ты его кладешь в ванночку с проявителем, вдруг появляется какое-то изображение, и все это при тебе дух завораживает. Просто невероятнейшим образом, уж не то, что я, конечно, средневековый алхимик, но как-то удивительным образом вот что-то такое, особенно в этот момент чувствуешь, действительно, это правда. Современный процесс напрочь убил магию, фотографию, как технического процесса. Он привнес быстроту, оперативность, доступность вхождения в пространство фотографическое, но тут плюсы-минусы можно стянать на технологии, можно стянать на современный мир, но сейчас в мире фотографии другой, хотя конечный продукт все равно остался тем же самым. Фотография интересна тогда и только тогда, когда она вызывает какие-то эмоции. Я вот часто любил повторять и повторяю слова одного длинного редактора журнала то ли «Нечная жеография», то ли подобного уровня. Когда ее спросили, вот как вы из сотеных тысяч фотографий отбираете до журнала нужные, один редактор просматривает действительно множество фотографий, она сказала про такой один из критериев, но считав его очень важным в этом интервью. Она сказала, что если мой взгляд задерживается на фотографии больше, чем на 20-30 секунд, то что-то в этой фотографии есть, но когда не задерживается, то фактически я сразу отбакываю. Это как один из критериев. Вот это доступное современное вхождение в фотографическое пространство конечно с одной стороны убивает фотографический процесс, но не системе дает новые возможности, но проводя выставки в Рахидуаре, других пространствах я был куратором, объявляя фотоконкурс, где удаешься, насколько мы все, и вот эта доступность фотографического процесса приводит к усредненности результатов. Ну может быть вы сами видели, зайдя вконтакте или в какую-то фотогруппу бесчисленное количество закатов. закаты, закаты, еще раз закаты. Из этих тысяч закатов два-три найдешь прилично, остальные закаты. Что еще может быть? Ну кошечки само собой. Бесчисленное количество этих кошечек с ума сойти просто от этих кошечек становится. Что еще может быть такого, что фотографируют все, но при этом это настроение, а цветочки вот совсем, простите, забыл сказать, цветочки тоже очень много фотографируют. и может быть мы сейчас можем отнести эту проблему в том числе стрит фото бесконечные улицы, бесконечные люди в автобусах сидящие, бесконечные женщины, смотрящие в разные стороны мужчины и так далее. То есть мы все время сталкиваемся с тем и с той проблемой, что массовость любого искусства с одной стороны нивелирует, с другой стороны предъявляет еще большие жесткие критерии, и снимали только они. Даже человек с съемочной группой, может быть только оператор или кто-то еще, как бы брался за фотоаппарат, понимая, что его профессиональных качеств не хватает. Когда я уже уходил с фильмов, у каждого второго или пятого была уже цифровая камера, снимали все подряд и скажем, один и тот же сюжет потом можно было увидеть в десяти разных вариантах, ну там скажем, когда показывали друг другу. Хотя первенство фотографа на картине всегда было первенство. Идет сначала фотограф, делает кадр, а потом уже все остальные. Такая жесткая иерархия она была. Ну вот камеры сменились, сменились условия съемки само собой, уменьшились сроки съемочного процесса. Сейчас картины снимаются две-три недели, два часа. Когда начинались сериалы сниматься, скажем, такой сериал как «Убойная сила», ему давали неделю десять дней на съемочный период, ровно столько же на звучание на монтаж, что через каждые две дни выходила новая серия. Очень жесткие сроки съемок. Очень важный момент начинал я в девяностые, когда практически было подавляющее изображение было черно-белым. Чуть меньше цветное, но тоже было. Потом практически черно-белым все ушло. Осталось только цветное изображение. Понятно, что это связано с технологиями, но и с тем, что само черно-белое изображение как-то в конце девяностых, начале двухтысячных перестало играть роль, которую играло раньше. Мы должны были найти новое наполнение, новое осмысление черно-белого фотографии. Что есть там такого, что оно становится лучше цветной? Вот в девяностые, в конце девяностых, начале двухтысячных, тогда выиграла цветная фотография. А сейчас мы видим победное возвращение черно-белой фотографии, потому что черно-белым мы находим какую-то иную, а может быть и подлинную суть изображения. Относиться к фотографии как к чему-то схваченному, как к чему-то выхваченному из жизни, или как, может быть, даже убитому сюжету. К фотографии можно относиться по-разному, и историки, и философы фотографии по-разному ее оценивают. Но сейчас формат черно-белой фотографии невероятно интересных книг литигативных. Ну вот здесь я тоже хотел бы вам показать несколько фотографий. Это, может быть, одна из моих последних картин, где я делал, это я снимал для журнала московского кино. Это вот такая картина «Лёд», где играл Сухоруков и Андрей, вот, простите, даже не Сухоруков, конечно. Это два других актера. Надо же, не работаемый фильм и фамилия начинается зарываться. Но я вспомню, вам скажу. Вот. И какие-то фотографии, которые были сняты еще в те начала 90-х, конец советских времен, по режиссеру Вадима Горфта, наверное, вы должны знать, потому что это тот, кто снал собачье сердце. А этот фильм, скорее всего, вы должны были смотреть или смотреть. Хорошо. Вот. Ну, какие-то фотографии не связаны в кино, потому что, в общем, фотограф, он, собственно, не только в кино фотограф, он фотографирует там, где может, там, где что-то видит. Вот такой-то просто еще набор фотографий, которые были сделаны в разные периоды времени и уже не связаны с кино. Ну, это вот известные актеры из сериала «Люборная сила» и «Улицы разбитых» Нарейна Астана Мельникова и Сергея Семенова. Вот. Вот. Ну, этого человека, лицо, возможно, вы не знаете, но фамилия вам скажется в «Звягинце». Ну и неоднократный номинант на престижном кинофестивале, там, «Берлинский» и так далее. Ну, вот. Петербург, различные фотографии, перевод «Черно-белое», какие-то островки прошлого, это съемки были в Петербурге, Балюстрада, Рябиновая роща. Вот этого мы уже не найдем, потому что там произошла полная реставрация, вот это очарование разрушенной старины уже совершенно его нет. Так что, в каком-то смысле, нам повезло быть, может быть, даже лицописцей нашей истории. Вот. Ну, этого человека, наверняка, лицо, возможно, вы не узнали. А фамилия Балабанова вам должна вам что-то сказать. О, Балабанович. Прекрасно. Да. Потому что тоже был удивительный фильмовский режиссер, который снимал все по-своему и как-то сюда попадал в так со временем, что называется, да, вот. Удалось ему это сделать, чтобы говорить, конечно, о его таланте, да, и даже сейчас проходят балабановские конференции. Это вот лирическая его картина была «Любить, любовь». Да. Ну, это вот различные фотопробы, актеры, черно-белая фотография 90-х годов или вот то, что было там окружение Петербурга, связанное с фотографией, с изображением, с различными способами работы с изображением. Такая легкая дымка вуаль и флёр, который появляется при определенных технических похищрениях, что, так мне кажется, здорово расширяет возможности фотографа. Ну, вот, кроме кино, работал с различными средствами массовой информации, там, с журналами, в основном журналы те, которые пишут о кино или о рот-музике, там, о звёздах, там, фактически все, весь петербургский, многих петербургских звезд переснимал, был на студии дома, там, с кем-то были более близкие отношения, с кем-то менее близкие. Ну, вот, из гребеньшей комнаты у него студия была съемка, там, с тем же Бутусовым, там, Михаил Боярский, Диза Боярская, Настя Веренкова, в общем, многие певцы, актеры, единственное, что политиков я не снимал, не бизнесменов, вот, а то, что связано с кино, с театром, вот, и с музыкой, в основном, да, со многими приходилось встречаться, да, и вот, есть свои, такие, персональные воспоминания. Ну, и, наверное, я сейчас уже тогда и закончу, и закончу нашу сегодняшнюю встречу, потому что, наверное, на будущем я хотел бы привести ещё одну встречу о том, что вообще есть фотография, исходя из того, что писали философы о фотографии, скажем, там, что писала Сьюзен Зонтек о фотографии, это очень такие интересные и глубокие мысли, что, предположим, там, Солвальтер Бенгенген и Флюсе, это различные точки зрения, к чём-то совпадающие, к чём-то нет, но они помогают нам относиться к фотографии не как чему-то, что стоит потреблять, но как масс-медийному продукту, как рекламные обложки, предположим, то всё-таки фотография говорит. Вот понятно, что можно снимать так, что фотографии не говорит, но наша задача, как исследователь, как художник, культуролог, разговорить фотографию, сделать или передать фотографии то, чтобы она стала текстом, визуальным текстом и вызывала некие рефлексии. Ну, по крайней мере, мне так видится, возможно, вы со мной не согласитесь. Вот. И сейчас я покажу фотографии, которые показывают одну очень любопытную картину, я о ней уже говорил. Это опыт уже цветной. Фотографии были и чёрно-белые цветные. Картина Максима Беженского, «Троянский кондыбом», или она так называлась. Вот. И мы снимали в Суздале. Вот этот персоналистический опыт, конечно, невероятно интересен, как сейчас вспоминаешь, потому что этот стык постсоветского и раннероссийского, тут был вот опять-таки всё, и гандитизм на улице, и какие-то маленькие зарплаты, и жуткая инфляция, когда мы зарплату как-то получали миллионами. Я уже сам забыл, что можно было получить несколько миллионов рублей. И после того, как люди покидали кассу, многие предусмотрительно брали с собой треведовые пакетики и просто ходили к пленфильму вот так вот размахивая пакетиками, в которых лежал и гонорар. Потом начались неплательные, которые иногда зарплату не давали по несколько месяцев, и действительно нечего было, ну, практически не на что было покупать еду, и в прямом смысле иногда твой завтрак состоял только из чая из хлеба. Те, кто курил, так вообще испытывали адские муки, потому что и табак пропал в тот момент, и карточки были, и окурки собирали по улице, что с нами сейчас трудно представить. Но всё равно это как-то такая жуткая ситуация, вместе с тем, какая-то очень сейчас интересная, когда вспоминаешь. А вот всё равно ощущение внутренней свободы было. И новые горизонты, которые открывались, и тебе казалось, что вот ты стоишь на пороге нового открытого мира, где ты можешь что-то сделать. Это чувство внутренней свободы есть. Потом оно стало постепенно исчезать. в планере укрепления экономической ситуации, ещё какой-то ситуации, вот ощущение внутренней свободы, постепенно как-то иное, иное чувство свободы. Вот. А то, что было в Солнцвале, там тоже. Вот я сейчас вспоминаю, как всё было. Во-первых, там две недели нам не платили зарплату, вот кризис был. И вот получается, что мы друг от друга стреляли там по рублю, по десять рублей, для того чтобы в прямом смысле купить еды. Помню, что мы три дня жили на две банки фасоли, значит, у нас было три батона хлеба, кирпича и чай. Часть сахара было много, в принципе, из-за того, что не было никого денег, три дня мы так и питались. Потом, слава богу, деньги привезли. Второй запоминающийся момент, характеризующий ту эпоху. Кто-то из наших съёмочной группы пошёл посмотреть фильм в киноглуб, той гостинице, где мы жили в Суздале, и выходя после просмотра, мимо проехало несколько бандитских машин, и они устроили перестрелку. Это было невероятно страшно одновременно и как-то вот вообще непонятно, потому что когда вокруг тебя, они так говорили, свистят пули, просто все попадали в кусты, и в прямом смысле пули летали над их головами. Вот тоже такой удивительный момент. Ну а дальше уже тоже были такие тоже более, может быть, простые, интересные вещи. Это уже невероятно красивая река, гуси ходящие, дома с береганными научниками. Вот этот Суздальский древний русский дух, полуразрушенные, там не отреставрированные ещё церкви, куда можно было просто войти вот ногами и посмотреть эти фрилески, которые местами сохранились, местами нет. Мы вечером залезли в Суздальскую крепость, там был ремонт, и по лесам мы залезли, пошли внутрь, и когда ты ходишь ночью по Суздальской крепости, понимаешь, что вот он, русский дух здесь, совершенно какие-то удивительные чувства, сопричастности с историей своей страны. И только потом, когда там охрана с собаками лучше, наверное, приверить посты, как-то стало тревожным, мы быстренько по лесам и обратно ушли, или ночные купания в той же самой речке. Ну, может быть, ещё какие-то такие колористические моменты, когда привозилось, предположим, пиво, то пол Суздаль вставал в очереди за этим пивом, и кто-то покупал с собой, а кто-то пил из пол-литровых банок, стаканов. Наверное, может быть, ваши родители вам говорили, что, несомненно, тоже придавало какую-то особенную колорию. Но, может быть, в чём очереди меня эта картина запомнилась, потому что я там снимался в небольших эпизодических ролях. И тоже как-то был такой хороший, интересный опыт, наверное, никогда бы не было, если бы не было полинфильма. И вот несколько фотографий с этой картиной. Но тоже интересный момент, связанный с моей биографией, с химистическим опытом, и с Соломиным. Это актёр, два Соломина, Виталий и Юрий Соломин, если вы, может быть, вспомните, ваши родители скажут. А Виталий Соломин – это очень популярный советский актёр. Он справа от нас стоит. И, в общем, тоже произошла такая смешная, забавная история. Если её рассказывать кратко, то это история о том, как я Соломину в глаз дал. Звучит ужасающим образом, но, на самом деле, когда раскрываешь эту историю полностью, то она не так устрашающая. Во время перерыва между сценами я стою с ребятами со съёмочной группой и рассказываю какой-то анекдот, размахивая руками. Он в этот момент сидел сзади меня, а я как-то так широко разнулся в руку и попал моего локтём в глаз. Мне было жутко неудобно, я принёс ему извинения, Виталию Михайловичу, но вот история о том, как я дал в глаз Соломину, вот такая тоже выглядела, но он на меня не обиделся и хорошо, но тоже такое было. Вот, эта история тоже, посмотрите, в принципе, наверное, вам будет любопытно посмотреть это кино, потому что оно ни на что не похоже. Оно не похоже ни на советское, оно ранне российское. Вот такие метаморфозы с переодеванием, два брата, один хороший, другой плохой. История трагическая, история весёлая, в общем, смешение жанров. Тот, чем отмешался Максим Пежинский, когда вот вошёл кинематограф, он создавал какие-то вот такие удивительные фильмы, соединяя невозможное и создавая парадоксы. Съёмки были в Суздале, вот там мы провели полтора или два месяца в фильме у нас, в «Лоховстрое». В «Лоховстрое» я тоже там расскажу удивительную историю о том, как меня хотели ограбить, по-моему, на все пути. Ну очень, давайте я расскажу эту историю, а потом ещё фотографию посмотрим. Это «Лоховстрой», уже зима, ноябрь и декабрь. У нас съёмки на вокзале «Лоховстрой», как вы знаете, это практически там ближе к 101-му километре. Очень живут те люди, которые в больших городах не пускают, но очень такой достаточно криминальный город, будущие сидельцы. И ночью было холодно, я на простую цивильную кухню одел от костюмеров морскую шинель, чёрную морскую шинель. Вид у меня был такой бомжеватый, как вы сейчас сказали. Я стою на вокзале, греюсь, очень холодно, вид у меня такой же, очень какой-то странный достаточно. Подходит ко мне какая-то женщина, точно такого же странного вида, как и я, и говорит там типа «Мужик, выпить хочешь?». Я как-то встрепенулся, как-то не привык я так, чтобы потом я это предлагал. А вот она говорит, типа «Давай возьмём гекла», так она говорит, «Ко мне». Я так смотрю, смотрю, думаю, ну может быть женщина, выпить хочется, мало ли какие-то проблемы. А там нет, там за ней стоят какие-то два мужичка, так вот, и на меня косаться. Очень помню я. Либо это тоже её друзья, которые хотят выпить овенитник, либо, возможно, какой-то будущий гравёж. Вот, но тут как-то я даже так смутился, не знал, что делать, и как-то боком-боком, в общем-то, пошёл один и сказал, что в общем-то я замок. Но вот сам этот факт очень любопытный, стоит только человеку надеть бушлат какой-то там, какую-то вот шинель, и уже там тебя принимает за своего. Хотя, я не знаю, почему это было, всё-таки, мне казалось, не вызывало таких визуальных каких-то чувств. Вот, ну вот это вот такая картина, хорошая, очень интересная, причём-то добрая, велическая, вот. И вот в таких костюмах мы снимались. У меня был тоже такой же костюм, брюки клёшные, 60 сантиметров, у меня были тогда длинные волосы, в общем, мне дримероваться не надо было. Среди этих актёров наверняка присутствует слева, вы знаете, это Олег Горькуша из аукциона «Фронтмэн». Вот. Ну а человек, который невысокого роста и большкат, его в своё время называли «Лысый панк», он тоже имел отношение к рок-культуре, как Горькуша, и потом он ещё много снимался, в том числе и у Алексея Германа. Ну вот, такие вот удивительные кадры из Суздаля, Троянского коньян и других удивительных историй. Ну вот, наверное, на этом я бы хотел и закончить. А сейчас я хотел бы вам дать ещё фотографии. Вот я не знаю, вы печатаете эти бумажные фотографии или уже всё? Печатаем. Печатаем. Вот маленького размера, да? Да, да. Вот почему, может быть, я их так взял сегодня показать, взять для вас? Для меня всегда фотографии имели не только визуальное значение, но вот как мы сейчас смотрим на экране компьютера. Фотографии на бумаге обладают удивительными тактильными свойствами. Держа в руках вот эту бумажку, квадратненькую, приколдоватую, прямоугольную, чёрно-белую. Вот мы включаем совсем иные рецепторы, которые, возможно, мы уже утеряли, просматривая только мониторные изображения. Современная цивилизация всё больше и больше теряет опыт тактильного проживания, сенсорного проживания. Мы меньше касаемся друг друга, мы меньше жмём руки, возможно, друг к другу, мы меньше прикасаемся друг к другу, мы меньше трогаем фотографии. И вот такие фотографии, я их тоже меньше стал печатать, но иногда я печатаю, и мне невероятно приятно их держать в руках, иногда перебирать. Здесь, кроме ещё объёма фотографии бумаги, существующая поверхность очень важна. Как вы знаете, существует в основном две поверхности матовая и глянцевая. Мне всегда была интересна матовая поверхность, потому что она обладает своей текстурой, она даёт дополнительные сенсорные возможности для её восприятия. Так что я за бумажную фотографию, чтобы она сохранилась, я за чёрно-белые фотографии, я за то, чтобы печатать и маленькие фотографии, ну и за то, чтобы все мы, не то чтобы уж обладели мастерством, но могли развивать себе дары, связанные с визуальной фиксацией происходящего, и какими-то проектами, связанными с визуальными медиа. Это вы снимались? Да, это тоже моя небольшая роль. Это экранизация сериала по Рекса Сталуту Нира Ульфе Арченгубин. И вот в одной из серий я играл роль фотографа, естественно. Вот. Это вот такая, да, телематографическая моя жизнь, которая благополучно завершилась. Я-то на самом деле думал, что после линдфильма я уже не буду в основном браться за камеру, но не то чтобы как-то открылось что-то второе дыхание. И сейчас меня больше интересуют уже концептуальные фотографии. Я вам покажу какие-то последние работы. Думал, что, наверное, к весне, к лету я сделаю выставку в какой-нибудь из петербургских галерей. Вот. Эта серия называется «Полигон знаков». Вот. Вот такая будет серия. Где-то 20 фотографий я отберу, чтобы пока работать не нравится. Но мне кажется, что будет очень хорошая выставка. Вот, может быть, собственно говоря, благодаря тому, что я ушел к линдфильму, но, в конце концов, вот пришел к такому жанру. Ладно, не знаю, какой-то концептуальной фотографии. Ну, вот, собственно говоря, и все. Ну, что, коллеги, есть вопросы, какие-нибудь замечания, пожелания с радостью? Выслушаем. А я, конечно, понимаю, уже этим летом была выставка в Берлине или что? Да, это была совместная выставка. Я, скорее, там все-таки фиксатор был. Это не моя идея, я фотографировал. Да, это была в Берлинской галерее. Выставка Муне и Розян. Идеи суклана весело с фотоизображением. У нас были до этого совместные выставки. Была в Борея выставка, где я принимал участие тоже, как соавтор обрабатывал фотографии. Так что, да, в Берлин тоже, я все хочу договориться с Копенгагеном, но все как-то не получается. У меня есть там хорошая знакомая, которая вот, то мы выходим на связь с ней, то, опять же, как-то забывается все. Ну да, да. Было такое дело, да. А выставки были в разных местах. В основном, конечно, это Петербург. Вот. Какие-то были домашние выставки в 90-е годы, что невероятно тоже интересно. Такие домашние салоны, там, в кинотеатре, в киноцентре Ленинград. Сейчас в киноцентре была выставка в Борея, вот. В библиотеке Маяковского, в Приорадском дворце. Помните Приорадский дворец? В даче Мальтийского ордена. Вот там была выставка. В скинах Петербурга много-много росли здесь. Да. Ну, в общем, так. А вы сейчас вообще не имеете никаких связей с людьми, там, и священно? Да. На самом деле, священно не имею никаких связей. С какими-то коллегами иногда мы общаемся, но очень редко. И даже не видимся, скорее, в интернете. Случайно можно где-то встретиться. Я имел опыт в появлении на Линдфильме после, там, семи лет небытия там, но как-то вот две вещи меня просто убили фактически. Первая вещь. Сначала я испытывал ностальгию. Действительно, пришел. Потом эта ностальгия прошла, и я опять ни о чем не жалею, что оттуда ушел. Второй момент, само собой, Линдфильм жутко изменился. И третий момент, ну, это некое ожидание, что придя туда, где долго не было, ты увидишь кучу своих старых знакомых, которые, возможно, там бродят, и ты будешь рад их увидеть. Никого из знакомых не встретить. Совершенно новые лица, другой взгляд, другая манера ходьбы, другая манера выражения, там, высказывания, речи, обсуждения вопросов. В общем, походил я, походил, развернулся и ушел. Все. Я думаю, может быть, сходить на просмотр на какой-нибудь, когда там в новом киноцентре, но как-то так уже нет. Был еще любопытный момент, в сетях на Фейсбуке есть группа, называется Линдфильм. Это было недавно, это было давно, где сотрудники Линдфильма, ну, как вот, размещают свои фотографии, когда они работали, там, 60-е, 70-е, 80-е. И когда я вот совсем недавно ее увидел, я минут, там, час чуть не, а то и больше я там ползал, смотрел фотографии, так было интересно все вспомнить. А потом как-то так и успокоился, в общем, и опять понял, что ежедневная судьба, она здесь и сейчас, а не в прошлом, на самом деле. Прекрасное время, которое сформировало меня так личности, я думаю, что и я сформировал наше настоящее через то прошлое, ну, через свою деятельность, возможно. Вот, как вы так? Вы сказали, что все изменилось, художе, что ли? Ну, лучше, наверное. То есть, в любом случае, по крайней рене, не того разлюха, которая была, но та разлюха, которая была, она была мне милая, потому что это была часть моей жизни. Если что-то появляется, другое, вот я бы, может быть, так сказал, что вот была поверхность нильфильма, вот он коридор, это кирпич был, обсыпавшаяся штукатурка. То есть, сейчас я прихожу и вижу пластик. Вот было что-то живое, пусть разрушенное, но пластик – это не живое, с виду красивое, но не то для меня. Не то. Поэтому, как-то вот это ощущение сенсорного, тактильного и визуального, для меня это потеряно. Вот, потому что здесь нет истории, нет, в хорошем смысле слова, жизни. То есть, нам не надо бояться нашей поверхности, не надо бояться морщин, возможно, там, ну, очень сильных, значит, надо бояться, а вообще просто вот это то, что делает жизнь, это наша покореженность в жизни, наша истощенность, в короче смысле этого слова. И фотографии-то, поэтому и звучит, и говорит, что она показывает иное, визуально выхлеченное, не свадченное, а выхлеченное. Раньше что-то это было. Поэтому так интересно сейчас путешествовать, в том числе и по Европе, когда ты попадаешь в удивительно старые места, где вот эта история исчисляется, там, десятками лет, и не сотнями, как в Петербурге, а 500-700 тысяч, считай, там, а то и больше. Вот, ты понимаешь, да, что Россия, это здорово, и история, и смирала, и Россия, как сейчас эта история удивительная ощущение. Вопросы больше не имеем. Хорошо, спасибо, коллеги. Да, спасибо вам. Тогда давайте на следующей встрече. Ага, хорошо. Я рад очень. Интересно. Ну, я рад. Спасибо. 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 Спасибо.